Теперь здесь альшоу, как видите, декорации, да, такое все насыщено духом. Вряд ли здесь был такой же творческий и веселый дух. В танцевальном зале раньше находился кабинет начальника управления НКВД. Дом Морозова помнит в сложные времена НКВД, КГБ и следственную тюрьму в своих стенах. За 115 лет здание сменило три адреса. Улица Петропавловская, затем Республики, сейчас Ползунова. До революции здание принадлежало купцу Морозову. Это был крупнейший магазин в Барнауле. Продавали все, от иголок до техники. На втором этаже русско-азиатский банк. Владимир Куликов купил это здание в 2017 году. Дом был в печальном состоянии. За пару лет здесь провели ремонт фасада, перекрыли кровлю. В замыслах собственника создать здесь общественно-культурное пространство. Удалось отреставрировать парадное и лестницу. Очень красивая лестница, все отмечают. Приезжают девушки, снимают, как они выходят замуж. Что будет? Здесь планируется галерея, фотогалерея. На входе будет висеть с одной стороны герб царской России, с другой стороны герб Советского Союза. Две эпохи – период предпринимательства, расцвета Барнаула, другая эпоха – репрессии и массовых расстрелов. Мы мечтаем о том, чтобы восстановить эту лестницу. И она ведет в топошную. А там подвалы засыпаны. Там как раз была следственная тюрьма. В период, когда было НКВД здесь, это 30-е, 50-е, вообще нет фотографий ни одной. В Краеведческом музее нигде. Я вот пользуюсь случаем, обращаюсь к людям, да, у кого-то, может быть, в личных архивах что-то сохранилось. Ни одной фотографии, и все говорят примерно одно и то же. Что вы? Фотографировать это здание? Да по улице лишний раз боялись пройти. Сейчас здание притягивает танцоров, ларистов, стилистов, ученых. А здесь что? Это какой-то… Ну, это, знаешь, салон. Салон какой-то, да, вот индивидуального там что-то там. Они подбирают. Невест наряжают, опять же. Теперь, как видите, да, идет образование, образовательный процесс, у нас доктора. Пока еще предстоит много работы. Планируется, что здание, которое горело в 17-м году, пережило несколько эпох, станет открытым для горожан в середине следующего года. Сюда могут приходить преподаватели и учителя и наглядно показывать на примере этого дома, как важно ценить труд предпринимателей, какую пользу они приносили и приносят современному городу. И помнить о темных страницах, к сожалению, сталинской эпохи, когда, в которой не было места частной инициативы. И что в последующем-то и привело, в общем-то, к деградации нашей экономики и социальной сферы. Тот, кто не знает историю или ее замалчивает, обязательно наталкивается на большие проблемы. Потому что есть склонность в истории повторяться, и не только хорошим, позитивным фрагментом в истории народа. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.